МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организатор Гестапо, создатель германских военно-воздушных сил Люфтваффе отличался невероятной самоуверенностью и переоценкой своих способностей. Совершил крупнейшую ошибку во время сражений во Франции, пообещав покончить с английскими войсками, окруженными в Дюнкерке, с помощью одной авиации. Эвакуация этих войск была первым крупным успехом британцев во Второй мировой войне. Следующим весомым ударом по авторитету Геринга стала, несомненно, воздушная битва за Англию, которая приведет Германию к утрате инициативы и победного духа. Он имел массу должностей, и его доход составлял в пересчете на сегодняшние деньги 4,5 миллиона евро в год. А в прусском государственном банке был счет Геринга, на который перечислялись все деньги за проданные еврейские коллекции. Маршал получал огромное количество подарков. От Мюнхенского музея к свадьбе с актрисой Эмми он получил две картины Краноха, а ко дню рождения дочери Эдды еще одну картину из Кёльна. Он собрал 1375 картин, 250 скульптур, 108 гобеленов и ковров, 200 предметов мебели, 60 персидских и французских ковров, 75 витражей, 175 предметов прикладного искусства. Рассказывает Альберт Шпеер. Никто, кроме Геринга, его штабных офицеров и гостей, не мог любоваться шедеврами эпохи Возрождения. Вход в замок охраняла личная гвардия рейхсмаршала. Как-то в середине войны Геринг, смеясь, сказал мне, «Я продал свою коллекцию живописи Гауляйтера. Они уплатили мне во много раз больше, чем я в свое время истратил на устройство своего домашнего музея». Как-то после долгого, роскошного обеда он пригласил меня в подземелье Каренхале и показал невероятные сокровища. Рядом с картинами великих итальянских художников хранились ящики с концентрированными французскими супами, парфюмерии из Парижа, коллекциями бриллиантов, в том числе семейство барона Ротшильда, уникальный янтарь из Южного Тироля, вывезенный из музея Муссолини. А в жизни это был веселый, толстый человек, который тщетно боролся со своим лишним весом, играл в детские железные дороги, в теннис, разводил львят. Охотился и принимал многочисленных гостей. А иногда вступался и за евреев, которым грозил концлагерь. При этом он говорил, я сам буду решать, кто еврей, а кто нет. Фюрер был свидетелем на его свадьбе и крестным отцом дочери Рейхсмаршала. Что, впрочем, не помешало Гитлеру в конце войны лишить Геринга всех званий и объявить изменником. В местечке Бергстенгаден или Орлиное гнездо в подземном туннеле в конце войны стоял поезд из пяти товарных вагонов с имуществом Геринга. До прихода американцев его успели частично разграбить французские части, ну и не дремали местные жители. А сам Геринг до последнего их охранял и был арестован американцем. Он надеялся, что с ним будут вестись переговоры, как с новым правителем Германии. Однако кончилось все приговором Нюрнбергского суда. В Нюрнберге Геринг не признал своей вины, но был все равно приговорен к повешению. А коллекция Геринга была отправлена на сборный пункт реквизированных художественных ценностей. Среди арестованного имущества Геринга была обнаружена картина «Христос и грешница» Вермеера. Вот она. Геринг очень гордился этой картиной и должен был заплатить за нее один миллион шестьсот пятьдесят тысяч гульденов. Но не смог набрать такой суммы деньгами и выплатил ее, передав посреднику двести картин других художников. Вот толстяк хвастается перед фюрером, показывая свое приобретение. Фюрер почтительно замер перед высоким искусством. Герман Геринг так и не узнал, что Вермеер, которого он так любил, и которым он так восхищался, был фальшивкой.